Мы знакомы с моим мужем с детства, точнее, наверное, с первого, со второго класса, вот в этом возрасте. Наши родственники, его бабушка и моя мама, они вместе работали. И когда наступало лето, ну, наши учителя, они, как правило, школьный лагерь определяли. Ну, в общем, мы там встретились, наверное, впервые. Вот так с детства судьба водила рядом Анну и Владимира Тарасовых. Во втором классе они играли на одной улице в любимом Нерчинске. Потом семью Владимира перевели служить в другой населенный пункт, но они не потерялись. Ну, а любовь, она возникает постепенно. Симпатия, конечно, была с детства. Чувства у нас, наверное, такие уже настоящие, зрелые. Они возникли в период студенчества, и мы с первого курса с ним вместе уже как пара. Владимир продолжил династию. Дедушка, дядя, папа – все носили погоны, и он сам себя не видел в другом качестве. Уехал учиться в Благовещенско, в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского. Анна получала профессию в Чите. Сейчас есть сотовая связь, а раньше ее не было, и мы бегали на переговорный пункт, чтобы общаться и друг друга услышать. И это нас, мне кажется, еще больше закаляло. Поэтому у нас давняя история. Семейная жизнь военнослужащего даже в мирное время неспокойная. Все тяготы и лишения делятся поровну. Дальние гарнизоны, учения, казарменное положение, ночные стрельбы, вечерняя поверка. Не касаться семьи это просто не может. Анна о своем выборе не пожалела ни разу. То есть это такой достойный пример для своих сыновей, которых двое, для дочки. И вот все качества, которые обладает он, добро, понимание, в разных-разных жизненных ситуациях, они ему только помогали. Сказать, что легко служилась, нет. Потому что, ну, знаете, руководителей же всегда много, да, у человека, тем более служащего. Это все-таки субординация. И он умел ее правильно соблюдать, вести достойную службу свою. Здоровый образ жизни, звание кандидата в мастера спорта по военно-прикладным видам, ответственность и преданность делу. В глазах сослуживцев и командования делали Владимира Тарасова примером. Не зря ведь ему доверяли много лет подряд готовить парад к Дню Победы. Он сам когда-то начинал с роты почетного караула и прекрасно изнутри понимал, что такое строевая и другие нюансы показательных выступлений. Это его дичище, я не побоюсь этого слова. Это на самом деле, в прямом переносном смысле, он настолько трепетно относился к этому. И подготовка вообще к параду 9 мая, а он готовил много лет, она начиналась задолго до 9 мая. Еще в феврале, когда он собирал части, собирал эти коробки, тренировал их, требовал, чтобы это было четко, истинно, правильно. Он, конечно, когда готовил последний парад, он понимал, что мы собирались переезжать на повышение. И говорит, это мой последний парад, я хочу в нем пройти. И вот он принял решение пройти, промаршировать, на этом параде участие активное принять. Возглавляет знаменную группу начальника отделения службы войск и безопасности военной службы штаба 29-й общевойсковой армии подполковник Владимир Тарасов. Его дед Тарасов Виктор Иванович, участник Великой Отечественной войны, был награжден Орденом Славы. В августе Владимир, как боевой опытный офицер с опытом Сирии за плечами, был направлен в зону проведения спецоперации. По роду своей деятельности он был начальником отдела службы войск и безопасности, на Украине выполнял задачи по поиску мест для временной дислокации нашей армии, всегда первый, всегда прикрывая своих. Ровно как и в тот день, 4 октября. Погиб, он спасает своих товарищей, потому что со слов, с прямых, ну скажем так, вот обращений ко мне, они рассказывали о нем, с некоторыми я встретилась, и они рассказывали, как это все было. Он помогал выбираться из здания своим подчиненным, своим ребятам, и он их спасал. Они говорят, мы до сих пор помним его голос, и как толкает он из этого здания нас. Почему он вернулся вновь, наверное, опять-таки проверить, все ли вышли. Вот я думаю, смерть его не напрасна, он спас жизни людей, он спас жизни своих подчиненных, своих ребят, своих друзей. Супруга и дети до сих пор до конца не верят в то, что случилось. Кроме других государственных наград, Владимир Тарасов представлен к ордену мужества посмертно. Но эта военная династия не оборвется. Дело своего отца намерен продолжить средний сын Владимира, 12-летний Даниил Тарасов.